Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы, как всегда, находитесь на YouTube-канале ArtStyle. В моих руках Sony Xperia Z3 Dual SIM. Обратите внимание, есть версия с одной SIM-карты, есть с двумя. Разницы, на самом деле, между ними, грубо говоря, нет. Единственное, только что здесь две SIM-карты, там одна, в остальном все то же самое. Но я не смог отказать себе в удовольствии и запросил у компании Sony этот смартфон на тест. Просто я считаю, это один из лучших телефонов современности, даже на начало 2015 года. И однозначно, ну, один из лучших телефонов на Android. Конечно, он не одинок, есть и другие флагманы, тоже не менее интересные. Но этот Sony все-таки, есть даже такая шутка, что в 2014 году лучше iPhone сделала компания Sony. Это, конечно, шутка, кто-то с ней согласится, кто-то гневно нет, в столь суть это важно. Итак, начну о плюсах и минусах этого смартфона. Начнем с внешнего вида, с дизайна. Мне нравятся тоненькие рамочки у этого Sony, и нравится, в общем-то, дизайн. Как видите, цвет у меня золотой, ну, такой достаточно спорный золотой цвет. Такой неоднозначный, скажем так. Есть еще классический черный и классический, соответственно, белый. Телефон защищен с обоих сторон защитным стеклом, то есть поцарапать его сложнее, чем обычное, разумеется. И рама, она металлическая, алюминиевая. Все сделано, на мой личный взгляд, на мой вкус, очень даже красиво и неплохо. Я бы сам таким телефоном с удовольствием мог бы пользоваться, как пример говорю просто. И по ощущениям все хорошо. Единственное, в некоторых ситуациях смартфон может обладать некой скользкостью. Это не только мое мнение, это я даже показывал этот телефон разным людям, и люди соглашались, действительно, чуть-чуть было бы как-то более ребристым что-ли его сделать. Но, возможно, это просто придирки и просто крепче его держите. Смартфон справедливости радио, он не такой тяжелый для 5-5,2 дюймов устройства. У него вес 152 грамма, это вполне нормально. Итак, диагональ по внешнему виду сейчас закончим, тогда уж покажу со всех сторон все. Сверху разъем, специальный разъем с технологией шумоподавления. То есть, к сожалению, в комплекте нет замечательных наушников от Sony с возможностью шумоподавления. У меня в данном случае вообще никаких не было. Но перед покупкой уточняйте, я знаю, мои видео смотрят в разных странах. Возможно, в других странах версии другие продаются. То есть, суть в чем? Этот разъем уже оборудован питанием и оборудован шумоподавлением. Если вы покупаете специальные наушники, с этой возможности подключаете, то у вас сразу будет шумоподавление. На наушниках не будет дополнительного блока, который обычно бывает. Питание, ну и схема там. Дополнительно сверху также микрофон. Отмечу по качеству звука в наушниках. Я всегда говорю, наверное, одно и то же по Sony. Звук классный, хороший. Ну, честно говоря, на мои уши лично для меня бывает лучше. Но в любом случае, в качестве плеера, конечно же, использовать можно. Звук добротный. С правой стороны смартфона все для Sony стандартно. Последние несколько лет кнопка включения-выключения. Удобно под большой палец правой руки ложится. Снизу кнопки громкости. Также не забыли про кнопку камеры. Так как смартфон водостойкий, погружать его можно под воду с закрытыми, разумеется, заглушками. До полутора метров под пресную воду. Это официальные данные на сайте Sony. То есть, ну, люди я слышал, читал в прошлые разы, что в море даже купали. Вроде ничего не было, но официально только в пресную воду до получаса. Официальные данные. Далее. Кнопки рассказал, то есть кнопки громкости, кнопка камеры отдельно вынесена. Заглушки, вот под которыми именно скрывается два лотка с нано-сим-картами. То есть две сим-карты, оба нано. Единственное, ну, сделали бы они все-таки хоть одну микросим. Потому что многие ходят с микросимками еще, поэтому нано-сим-карты две штуки. Ну, да ладно уж. С другой стороны, с левой, разъем, под которым скрывается карта памяти microSD до 128 гигабайт. И разъем для подключения к компьютерам, разумеется, это microUSB. Без карты памяти вообще было бы невозможно, наверное, многим пользоваться телефоном. Это флагман. И в встроенной памяти у него только 16 гигабайт, из которых свободно для нас 11-11,5. Ну, приблизительно. Поэтому без карты памяти некуда. Игры на текущей версии прошивки, это 4.4.4, не ставятся на карту памяти. Но я проблем с этим не вижу, потому что 11 гигов, даже больше здесь 11,5 для игр хватит. Все остальное, фото, видео, фильмы и так далее, музыку, конечно, нужно поставить в карту памяти. Версия Android 4.4.4, как и говорил, модель D6633. И по внешнему виду мы практически закончили. Просто поверчу его в руках, покажу. Динамики. Динамики 2, фронтальные и звучат, на мой взгляд, достаточно качественно. Есть фронтальная камера для скайпа, для селфи, для видеозвонков 2,2 мегапикселя. Головая камера на обратной стороне. Разумеется, есть вспышка. По камере поговорим отдельно. В ней есть очень много виртуальных эффектов. Очень много всего разного и способны записывать видео 4К. 3.840 на 260 пикселей в высочайшем качестве. Что касается внешнего вида, я думаю, это все. И перейдем непосредственно к самому смартфону. Еще раз отмечу, то есть по дизайну. Так, фокусируемся. По дизайну все выполнено, на мой взгляд, очень красиво, очень хорошо. И тут только стоит Sony похвалить. Но опять же, вкусы у всех разные. Кому-то и не понравится, допускаю. Что касается комплекта, тут вообще за 10 секунд достаточно его показать. Ничего необычного нет. То есть зарядное устройство, кабель USB-MicroUSB и собственные инструкции, гарантийный талон. Все. Что касается характеристик. Сейчас расскажу про них подробно и, разумеется, про результаты тестов. Экран 5,2 дюйма IPS, Full HD 1920x1080. Для 5-дюймового устройства это более чем достаточно, на мой взгляд. Углы обзора, разумеется, со всех сторон супер, хорошие. Но если кто помнит, там Z, первая, которая вышла, там углы обзора были не столь хорошие. Кого-то это раздражало, кого-то нет. В итоге Sony решили эту проблему. Управление экраном в перчатках, кстати, есть. Функция пригодится. И вообще отмечу сразу, по возможности улучшения изображения достаточно много. Во-первых, что касается самой яркости, яркость тут высокая. Даже очень. Это один из самых ярких смартфонов, что я видел. Очень сильная яркость. То есть на солнце будет читаться хорошо. Есть возможность улучшить изображение. Есть возможность предельной яркости. На самом деле, кому-то нравится, кому-то нет. Если вот эта галочка включена, то экран немножко напоминает Super AMOLED. Цвета прям такие вот невероятно насыщенные. Красный, так он на алый прямо. Зеленый, прям ярко-зеленый. Дело вкуса. Мне нравится. Я бы пользовался с этой галочкой, с этой функцией. Есть режим работать в перчатках. Думаю, объяснять не нужно. То есть через тонкие перчатки управлять телефоном возможно. Есть настройка белого. Кому-то пригодится, кто-то более теплый, более холодный оттенок сможет сделать. Лишним это никогда не будет. Выход из спящего режима двойным тапом осуществляется. Это на самом деле удобно. Можно разблокировать телефон. Заблокировать, к сожалению, вот так не получится. Версия Android, как и показал, 4.4.4. Обзор снимается в самом начале февраля 2015 года. Обязательно будет пятый Android на этом аппарате, но чуть позже. Две наносим-карты. Все сети необходимые нам поддерживаются. Разумеется, 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, NFC и FM-радиоприемник обычный также присутствует. Вес смартфона 152 грамма. Это действительно не очень много для такой диагонали. Вполне хорошо. По процессору, по результатам тестов. Абсолютно все то же самое, что в обычном Z3 с одной сим-картой. Плюс-минус там расхождение очень маленькое. Чуть более 40 тысяч. Результат теста Antutu. Bonsai Bishmark показывает точно так же, как и на том аппарате. А он показывает у нас, сейчас покажу. 54 кадра в секунду. То есть, для игры этот смартфон замечательно подойдет. Память я вам говорил. То есть, 16 гигабайт памяти доступна 11,5. И карта памяти, также говорил, до 128 гигабайт. Поддержка есть. По оперативной памяти и по видеопроцессору. Процессор Snapdragon 801, 4-ядерный, 2,5 ГГц, тактовая частота. Видеопроцессор Adreno 330. И тут целых 3 гигабайта оперативной памяти. То есть, в принципе, все очень даже неплохо. По идее, все игры должны пойти без проблем, без тормозов, без лагов. Мощности более чем достаточно. И на 2015. Да я и думаю, и на 2016 год еще, и на 2017. Ну, это уж я так, образно. Камеры и аккумулятор. Аккумулятор точно такой же. 3100 мА. Смартфон держит достаточно хорошо. Ну, по крайней мере, с одной сим-карты. Разрядить к вечеру можно, но делать это достаточно сложно. Аккумулятор держит прилично. Что касается воспроизведения видео, то точно так же в районе 6 часов видео без перерыва на максимальной яркости. Отмечу, что яркость здесь действительно очень высокая. Разумеется, я рассказываю, что есть режим стамина, то есть он позволяет действительно сэкономить энергию. Есть режим ультра-стамина или ультра-стамина. Он отключает все, становится... Ну, он перезагрузится просто смартфон тогда, я вам покажу. Этот режим позволяет значительно увеличить время работы, но ограничивая функционал телефона. Смотрите, как он включается, что будет для тех, кто не видел. Вещь, в принципе, интересная. Если вы, например, далеки от розетки, и вам нужен только телефон, чтобы как можно больше держал связь, то незаменимая штука. Что касается камер, сейчас мы до них дойдем. Смотрите, появился только один рабочий стол, стал экран серым. То есть есть некоторые функции, и, в принципе, все. Даже шторка осталась минимум всего, чтобы пользователь, то есть мы энергию не тратили, нам сделали вот такой вот вариант. Хуже от этого не будет. Даже минимум, смотрите, оно практически все изменилось. И, разумеется, здесь мы можем выключить этот режим. Телефон в данном случае перезагрузится. Этот режим нынче стал модным, и это хорошо. Я думаю, пусть он будет на всех телефонах, потому что вещь полезная. Камеры. Камера 27 мегапикселей. Есть вспышка. По камере я в этом обзоре не буду показывать этих динозавров. Я их показывал уже многократно. На самом деле, тут все просто. Посмотрите скриншоты. Обзор выложен на сайте Artstyle. У меня сайт появился, и там вот будут фотографии. На самом деле, вещь интересная. Поиграться первое время, по крайней мере, пригодится. Из особенностей отмечу еще раз. По-моему, вначале говорил, что пишет видео до 4К. Это 3840 на 260. Ну и, разумеется, воспроизводит на этом телефоне. То есть, на большом экране, там на плазме, точнее, ЖК плазмы уже в прошлом, по-моему, смотреть самое то будет. Что еще? Сейчас тогда покажу вам, разумеется, меню. Покажу вам особенности этого телефона. И проведу тест экрана, тест звука и тест фильма. Итак, что касается по особенностям, когда мы заходим в меню, что у нас есть интересное, что может нам пригодиться облегчить жизнь. Всего минимум, но все, в принципе, самое необходимое. Поднести устройство к уху для того, чтобы принять сходящий вызов. Опять же, актуально на морозе, например, когда вы в перчатках или в разных ситуациях. Стряхнуть устройство можно для того, чтобы управлять сходящими вызовами. Перевернуть устройство экраном вниз, чтобы выключить будильник, например. Это тоже не уникально. Это есть и в других смартфонах. Я не помню, есть ли это в обычной Z3. Может быть, просто обновилось. Начальный экран можно сделать очень простым. То есть, будут просто кубики а-ля стиль Windows Phone 8. Давайте покажу. Ну, не Windows Phone 8, но будет просто значительно все проще. Такие вот будут. Видите? При желании это можно, конечно, отключить. Вот оно. То есть, это пользоваться. Вот уже включил. Тогда давайте мы из него выйдем просто-напросто. Дисплей. Так, видите, все стало закрыть простой экран. Стали буквы крупные. То есть, вот. Дальше. По экрану я вам вначале показывал. На всякий случай еще. Улучшение изображения. Режим работы в перчатках. Баланс белого можно настроить. Остальное все, в принципе, стандартно. Выход из режима дна сна двойным тапом. Я отмечу, есть индикатор уведомления о пропущенных вызовах и так далее. Что касается звука. Тут достаточно много всего разных настройок. Если мы зайдем в параметры аудио, то можем выбрать наушники. Вот они показываются. Видите, варианты. Либо наушники шумоподавления. Либо научные. Есть улучшение звука, но мне она не нравится. Есть звуковые эффекты. Опять же, объемный звук, эквалайзер и так далее, и так далее, и так далее. Чувствительность микрофона. Высокая, низкая и так далее. И когда еще покажу вам одну настройку интересную, чуть позже до нее дойдем. Можно речь даже сделать замедленной, например. Память, электропитание. Память там все понятно. Электропитание показывал, стамина, стамина и так далее. Хорошая вещь абсолютно. Ну и получается практически все. Единственное, еще по звуку отмечу, то, что громкость. Можно настроить, разумеется, здесь две сим-карты. И можно настроить на каждую сим-карту саму собой. Вот он, настройка двух сим-карт. Свой сигнал. И, конечно, приоритет, с какой сим-карты осуществляется вызов, с какой сим-карты работает интернет. Итак, если мы зайдем в вызовы тогда, то вот опять же. И смотрите. Шумоподавление, во-первых, можно включить. Это работает без наушников обычных. Это имея в виду шумоподавление, чтобы у вас хорошо было слышно. Эквалайзер, опять же, можно яркий, мягкий. Это опять же на голос. И улучшение голоса абонента. И медленная речь. Речь становится действительно более медленной. В принципе, это все, по большему счету, особенности. Мне в Sony всегда импонировало, что тут нет чего-то лишнего. Все как-то просто, логично, понятно. И все, что нужно, есть. Сама оболочка от Sony. Единственное, вот иногда что-то подгружается. Но это уж ладно, минус ставить не буду. А так, в общем-то, она действительно плавная. Она действительно удобная, красивая. И, в общем-то, я бы ее оставил. Скорее всего, менять бы не стал. Все как-то привычно и похоже. Из небольших особенностей, которые могут пригодиться, есть так называемая многооконность. Можно вывести, например, калькулятор на главный экран поверх всего. Можно вывести что-то еще, например, снимок экрана сделать. В принципе, вещь интересная. Хуже от нее не будет. Что касается меню приложений, то тут также можно, разумеется, удалить, пересортировать, сделать как вам удобно, создать папку при желании прямо в меню приложений. Опять же, все работает достаточно быстро и просто. Далее. Получается, практически все я рассказал. Проведем тест экрана. Сделаем, можно двумя пальцами, если, например, вот так вот делаем, то двумя пальцами сразу шторку. Все это настраивается. Ярлыки вы можете сюда поставить те, которые нужны вам. Переназначить. То есть, сделать их те, которые вам нужны. Итак, давайте теперь проведу тест экрана. Тест экрана, тест экрана. Смотрим. Итак, где мои фотографии? Примеры картинок для тестов. И смотрим. Экран, еще раз обращу, яркость очень высокая. И угла обзора, разумеется, со всех сторон хорошие. То есть, можно при желании смотреть несколько человек. То есть, на этом смартфоне все будет хорошо. То есть, цветация, это передача, но все на уровне флагмана. Все очень хорошо. Экран действительно очень классный, реалистичный. Я вам показывал, есть несколько настроек. То есть, все абсолютно в полном порядке. Итак, еще камеру не запускал. Камеру сейчас все-таки покажу, какие возможности тут есть. Без подробностей, но все-таки. Возможностей очень много. Есть супер авторежим, есть ручной. Есть снимки с фоновым звуком, щебет птиц и так далее. Штука тоже может быть полезной, интересной. Развлечения. Вот, в принципе, тоже коротко покажу. Достаточно много разных вариантов. Можно такие вот кидаться на людей там бомбочками и так далее. То есть, поиграться этого хватит. Также из особенностей, еще как говорил, видео пишет. Есть также замедленное видео с высокой частотой, эффекты замедления, slow-mo, так называемое. У Sony мне чем это нравится? Я вам это обязательно покажу, потому что функция сейчас модная стала. То есть, мы записываем. И после этого мы этот фрагмент можем порезать на разные кусочки. Смотрите. Не один, не два, а сделать их 5-10. И сохранить именно в режиме slow-mo кусочками. Можно целиком, разумеется, все сохранить. Sony в этом плане молодцы. Сделали достаточно удобно. Также еще добавлю расфокусировка фона. Опять же, она модная. Эффекты разные. И вот те самые динозавры, сказки и так далее. Обещал, но не буду в этом видео вас ими грузить. Но вещь действительно интересная. Теперь перейдем к тесту, собственно, видео. Ну, к звуку основной. Динамики, потому что здесь фронтальные. Динамики достаточно качественные. И смотрите, что у нас получается. Громко. Ставим максимальную. Громко. И потом поймут, что значит тонуть. Не проверяйтесь. Конечно, бывают динамики чуть более звонкие. Все-таки здесь водостойкость. Они не то, что глуховаты, но бывают позвончие. Но в целом очень все хорошо. Самое главное, есть даже стереоэффект. Смотреть фильм или играть в игры. Конечно, стереодинамики это лучшее, что может быть на смартфоне. Это не сзади, не сбоку, не где-то еще. А стереодинамики это лучше всего. Это будет самый большой кусок бумаги. Гранд, Тори и Кэрри пытаются разрушить миф. Ну что же. В принципе, получается. Я показал все, что собирался. Постарался как можно более подробно рассказать о плюсах и минусах. Сейчас я подвожу итоги. Примеры фотографий с этого смартфона, как всегда, посмотрите на сайте Техноконтроль. Ссылка под видео. Цену. Актуальные цены также ссылка под видео. Потому что, ну, на данный момент он стоит 40 тысяч средне. Есть даже цены вообще там выше значительно. Есть чуть пониже. Но если средний, братья где-то, я думаю, около этой. Но опять же, все меняется, поэтому цены смотрите всегда сами. Потому что, когда я снимаю обзор, одно, а что будет дальше, неизвестно. Итак, подводим тогда плюсы. Ну, плюсы мне лично действительно нравятся. Дизайн. Все очень красиво. Тоники рамочки. Металл, стекло. Все приятно. Стереодинамики. Виртуальная реальность камеры все-таки. И вообще обработка камеры. Там и слоу, и моу, и видео, 4К. Все это я тоже к плюсам отношу. Далеко не каждый смартфон способен так много и так хорошо работать с камерой. И, конечно же, просто, ну, как сказать, не то, что цена-качество, а хорошо сбалансированный флагман. То есть, мощность, красота, функции и ничего лишнего здесь нет. Какого-то то, чем вы просто пользоваться не будете. Все, что есть, в принципе, все может пригодиться. Минусы. Ну, таких явных прям нет. Единственная небольшая скользкость в некоторых ситуациях, о которых я говорил. Ну, если совсем попридираться, для меня звук не идеальный в наушниках. Ну, в любом случае, это для меня. Я читал отзывы, многие люди очень довольны звуком, поэтому не принимайте их близко к сердцу. Я бы вот просто говорю, мне нравится чуть по-другому. Но, в целом, все равно звучит прилично. Да и, в принципе, наверное, все. Даже не знаю вот явных таких минусов здесь. Вот сказать, что прям явный минус я не могу. Особенности. Это, конечно, ультра-стамина, супер-энергосбережение, которое может реально просто выручить вас в какой-то ситуации. Разъем для наушников цифровым шумоподавлением. Возможность купить либо док-станцию, либо еще интересная фишка для тех, у кого PlayStation 4. Вы можете подключить смартфон к джойстику и на нем, соответственно, играть. Подключается он к PlayStation 4 по Wi-Fi. Вещь интересная для владельцев PlayStation 4. Кто-то, кстати, пользуется, у кого PlayStation 4, наверняка народу полно с этой приставкой. Вы делаете так, играете на этом смартфоне, на экране, или это просто баловство? Напишите, мне действительно интересно, кто-то пользуется или нет. Ну и, конечно, особенность – это защита от влага и пыли. То есть, я о них говорил подробно. То есть, до полутора метров снимать под водой можно. Видео, фото, разумеется, на эту кнопку. И, в принципе, получается все. Ну, по мелочам – это включение экрана двойным тапом. Хуже от этой функции не будет. Ну и вот жесты, которые я вам показывал. В принципе, все. Телефон мне действительно нравится. Мой личный рейтинг, так же, как и на обычную Z3 с одной сим-карты – 9,5 баллов. Все в телефоне очень даже неплохо. Меня спрашивают постоянно, чем я пользуюсь, чем я пользуюсь. Последние месяца-два я пользуюсь HTC Design Eye. Я на нее свои влоги снимаю. В принципе, телефон меня устраивает. Там все, что нужно, все есть, все работает хорошо. Тоже плавная оболочка достаточно. Поэтому просто вопросы часто – а чем ты пользуешься, чем ты пользуешься? Но этим телефоном, как пример говорю, я бы пользовался тоже вполне. Все хорошо. Ладно, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.